Здравствуйте! В эфире «Универ Ньюз», а в студии Артём Тупичкин. Итак, сегодня выпуски. В КФУ открывается регистр костного мозга. Как не попасться на лекарства пустышки? Кто станет победителем дня первокурсника? Первый в России регистр костного мозга располагается на площадке Казанского федерального университета. Для чего он крайне необходим в стране? Как стать донором костного мозга в первом регистре, если вы не являетесь жителем Казани? Эти и другие вопросы Аделе Шамиловой удалось задать президенту благотворительной организации. Подробности прямо сейчас. Сотрудничество между Казанским федеральным и Русфондом заметно крепнет. Уже традиционно раз в квартал президент Русфонда Лев Амбиндер вновь встретился с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым. Основной темой встречи стали организационные моменты в создании Приворского регистра костного мозга, совместного глобального проекта Казанского федерального университета и Русфонда. Регистр костного мозга станет первой в России лабораторией с самым высоким уровнем типирования. В чем ее необходимость для всей страны, нам удалось узнать лично у президента Русфонда. В России в прошлом году было протипировано самое максимальное за последние 10 лет, самое большое количество – 15 тысяч. Так в одной Казани сейчас создана мощность на 25 тысяч типирований. При этом это первая в России лаборатория, где типируют наиболее современном, то есть на более высоком качественном уровне доноров. Это называется на высоком разрешении. По мнению Льва Амбиндера, само строительство первого регистра костного мозга является одним из самых главных событий этого года для России. Не менее важным событием для самого Русфонда является резкое снижение цены на необходимые реагенты для работы регистра и для удобства доставки генетических данных от доноров со всей страны. Чтобы стать донором костного мозга, не обязательно быть жителем Казани. Теперь донором костного мозга можно стать и в своем родном городе. Для этого Русфонд подписал договор с компанией «Инвитро». Любой доброволец, россиянин, который хочет войти в национальный регистр доноров костного мозга, который регистр формируется здесь, в Казани, сегодня, да, он может в Магадане, он может, я не знаю, в городе Осинники Кемеровской области, да, значит, про который никто не знает, прийти в лабораторию «Инвитро», сдать 4 миллиграмма там крови, значит, подписать анкету, да, и все. И централизованно все пробирки со всей страны будут «Инвитро» на благотворительной основе, то есть бесплатно, будет привозить в Москву, а из Москвы уже мы будем отправлять в Казань. В свою очередь Казанский федеральный университет обеспечивает национальный регистр костного мозга научными исследованиями. Сегодня этот национальный регистр состоит полностью из исследований Казанского университета. Почему? У нас сегодня в базе в стране 80, ну почти 5 тысяч доноров. Из них до конца года, ну то есть из них сегодня 4,5 тысячи – это доноры Приволжского регистра, протипированные на высоком разрешении. На встрече ректор КФУ предложил президенту Русфонда расширить сферу деятельности с узбекскими партнерами. Такая идея пришла Эльшату Гафурову во время деловой поездки в Узбекистан, где им было замечено наличие научных инструментов-секвенаторов. Если эта идея будет там принята, мы просто тремя руками поддержим. Вот у меня если три руки было бы, я бы поддержался. Потом, вы представляете, я три года шарил по миру для того, чтобы притащить это сюда, и год мы разговариваем с Казанским университетом, причем продуктивно. Но все равно, три года прошло, вот она лаборатория появилась. После проведенной встречи президент Русфонда поделился с нами, насколько серьезно намерен использовать все возможности, предоставляемые Казанским федеральным университетом для плодотворной работы первого в России регистра костного мозга. Мне сейчас важно максимально загрузить мощности Казанского университета, вот этой лаборатории, да. Мы такие деньги вбили, да, надо, чтобы она работала полностью. Аделья Шамилова Владимир Нелюбину не вернулся. На базе оздоровительного лагеря «Буревестник» прошла школа профсоюзного актива «Реформа». Ее участниками стали студенты Елабужского института Казанского федерального университета. Подробнее в сюжете. Последние выходные сентября этого года студенты Елабужского института КФУ провели очень насыщенно. Они приняли участие в школе профсоюзного актива «Реформа». Занятия состоялись на базе оздоровительного лагеря «Буревестник», куда съехались не только лидеры разных факультетов, но и первокурсники, желающие влиться в активную жизнь профсоюза студентов. В рамках данной смены мы изучаем, что такое профсоюз, что такое устав профсоюза, какие проблемы встречаются студентам на пути обучения. В рамках школы актива прошли тренинги на знакомство и сплочение, а также лекции о правовых аспектах работы профсоюза. В завершение состоялись творческие выступления и самопрезентация от кандидатов на профсоюзные должности. Мне было интересно узнать других личностей, что они себе расскажут и что они могут дать правкому. Участники школы «Реформа» признали, что эти занятия принесли много положительных эмоций и позволили наметить новые перспективы в развитии профсоюзного движения в Елабожском институте КФУ. Анна Глазунова, Анастасия Краснова, Айдар Нурмеев, Универньюз. Ежегодно жители России тратят на покупку лекарств порядка 25,5 миллиардов рублей. Некоторые из них облегчают симптомы простуды, а другие уникальные разработки ученых и вовсе не имеют никакого эффекта. Как не попасться на лекарства в пустышке, тебе расскажет Диана Шилова. Белые порошки, оборудование для фасовки, упаковки с названиями лекарств и наклейки со знаками качества. В товарном виде эти лекарства мало отличаются от оригинала. Профессионалы видят поделку по еле заметным признакам. Подобные лекарства чаще всего продают через интернет-аптеки. Это сегодня основной канал сбыта фальсификата. К сожалению, с фальсифицированными препаратами или пустышками можно встретиться и в аптеках. Это препараты, которые часто идут с индексом гомеопатические препараты или биологические активные добавки, потому что их не надо сертифицировать по всей методике, которая прописана в Государственной фармакопии Российской Федерации. У них, скажем так, путь до прилавка по упрощенной формуле идет. В России продается очень много лекарств, о которых мы знаем недостаточно. Их эффективность и безопасность не доказаны должным образом. К сожалению, многие врачи назначают лекарства в пустышке, поэтому лучше сразу задать доктору несколько вопросов о препарате. Например, используется ли он за рубежом. Сейчас не рекомендуется назначать гомеопатические средства, поскольку их клиническая ценность не доказана. Не рекомендуется значительно назначать при заболевании гриппом ОРВИ иммуностимулятор тоже из-за низкой доказательной базы их активности. Есть подделки, которые содержат лекарственные вещества, но либо их меньше, чем нужно, либо они заменены на другие компоненты. К соцсетям ходят там картинки, дешевое средство, дорогое средство, где действительно одно и то же фармакологическое активное вещество. Не всегда они заменимы. Дело в том, что могут быть разные дозировки, и полтаблетки там в одном, полтаблетки в другом будут совершенно разные дозы иметь. Несмотря на то, что лекарства нельзя возвращать, как и многие другие товары, в этом правиле есть исключение. Если препарат плохого качества, в аптеке могут вернуть деньги. Но лучше всего обратиться в Росздравнадзор. Диана Шилова, Анжелика Савельева, Леонардо Литьяров, Универньюс. В Казанском федеральном университете открывается День первокурсника. Кто станет победителем, по мнению студентов, расскажем в нашем сюжете. С 3 октября в Казанском федеральном университете стартует фестиваль День первокурсника 2018. На фестивале свою программу представят все институты КФУ. В преддверии концертов мы решили опросить студентов вуза. Вопрос был один. Какой институт в этом году станет обладателем первого места? Я очень жду выступления ИТИС и надеюсь, что они покажут хорошую программу, потому что в том году они показали очень хороший рост. Мы думаем и снимка. И снимка, это мощь. Да. Я за ИВМИД. Полностью отдаю своих. Я за ИТИС. Первое место занимали команды Института филологии и межкультурных коммуникаций и Института международных отношений КФУ. Удастся ли им продолжить традицию побед, решать вам. В группе телеканала Универ ТВ будет проведено официальное голосование за победителя. Также мы проведем прямые трансляции с фестиваля. Артем Тупичкин, Зафар Галимов, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс. На этом у меня все. Ищите нас в социальных сетях и узнавайте больше. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok